всем привет сам диктофон и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием блонс тд6 и в этом видео мы будем проходить нашего босса фейза а перед началом его прохождение я бы хотел показать и поблагодарить последних донатеров которые поддержали мой канал а первым это был аноним диктофон приветик смотрю тебя с 7к подписчиков очень люблю твои выпуски про бтд6 очень хочу пройти босса сможешь помочь ой тут дискорд а у дискорда надо будет замазать привет тебе на ним большое тебе спасибо за то что ты так давно смотришь меня не правда очень приятно извини пожалуйста но я не помогаю в том плане что не хожу в личке с ребятами прохожу с ними потому что это занимает большое количество времени я все-таки надеюсь на ваше понимание что у меня есть работа есть личная жизнь и знаете я стараюсь вам всем отвечать когда вы мне пишите где-то в личные сообщения на это тоже уходит по несколько часов в день поэтому на себя у меня почти не остается времени если еще и буду проходить и боссов то к сожалению я не знаю где мне брать дополнительные часы жизни поэтому надеюсь на ваше понимание спасибо тебе большое на ним винни пух айзек от тебя я вообще офигел будут с кайфом ждать остальные видео если будут любые вопросы пиши без проблем к слову лучший сайт по нему дэд гад большое тебе спасибо винни пух привет так я же снимал айзека у него же видео 15 по нему есть но да да буду конечно дальше продолжать его играть спасибо большое за поддержку мне правда очень приятно а им деку удачи в продвижении канала привет тебе ой а им деки наверное правильно говорится я просто деку знаете начну читать потому что это а моя геройская академия в голову резко влетела деке большое тебе спасибо за донат правда правда очень приятно спасибо за пожелание удачи и тебе всего самого наилучшего а также валера приветик я слежу за твоим каналом с момента первой раздачи блунца желаю тебе всего самого лучшего ты лучший ютубера по блунцам привет 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 тебе валера большое тебе спасибо за донат за такие добрые слова правда правда для меня это очень сильно дорого этому благодарю вас всех и каждого так давайте отправляться на фейзам посмотрим что нас здесь ждет карта центра города чего по правилам нас нету снайперов летающие обезьяны вертолетчика супер обезьяны и деревни здоровья босса 75 процентов все все камуфлированные то есть у нас только камуфлированные шары будут а слушайте они стоят а ага офигеть у нас тут у брата хороший ну как будто бы квинси да надо будет взять вот я вот смотрю ой интересно ребята интересно у нас тут будет сейчас проверим посмотрим а будем размещать ставить надеюсь что что-то у нас то получится про взял потом сюда еще вот прокачаем как-нибудь и сразу же как быть то мы же даже не сразу же видим вот эти камуфляж с помощью нашего квинси а на каком уровне то он видит не на не сразу же по моему где-то на двадцать четвертом да а давайте тогда так мы хотя бы обязательно с дротиками прокачаем но это жуть ребят что это такое я к такому не был готов вот это приколы у нас тут с вами на бой со случились но что-то необычное что-то новое да как говорится поэтому вот так вот и посмотрим вы рассказываете как у вас неделя прошла надеюсь что все у вас нормально все хорошо наконец-то выходные наступили у меня неделя как-то прошла мутно по ощущениям если честно тяжеловато кучу всего сделал непонятно что как-то с деньгами у меня прикольные вещи творятся вроде бы хочется копить хочется экономить а на что-то вот трачу но сегодня я пошел менять защитную пленку гидрогелевую на свой телефон потому что там у меня уже совсем отклеивалась но это жуть какая-то я вчера отклеил и такой подумал что ну как-нибудь потом ее но новую там куплю я сегодня понял что как бы вот лучшего час соберусь и куплю то есть купил сегодня все нормально и потом понеслась как говорится купил себе шаурму да тут знаете шаурма это еще как бы не так уж и страшно как говорится потому что она хотя бы но это что-то сытное и вот ту которую я купил стоит 300 рублей то есть я купил вот большую это конечно деньги с одной стороны не маленькие но я понимаю что шаурма это еще более оправданное вложение что ли так давайте сейчас перейдем к я буду продолжать свои рассказы определимся как мы будем называть наши банановые фирмы в данном видео а в рандомайзере мне выпало число 10 а 10 комментарием это была ферма здоровья полностью поддерживаю название данной фирмы всем желаю только здоровья чтобы все было у нас только хорошо это мы давайте-ка вот смотреть что да как и надеюсь что мы уже скоро будем пробивать камуфляж потому что ну страшно видимо тут надо будет арбалет нам уже сейчас вкачивать он давайте вкачаю так сейчас нам хотя бы полегче будет немного дека вот и продолжим в чем чё дальше то если бы я бы остановился на одной шаурме было бы даже нормально я бы вообще бы не жаловался и а я еще решил купить суши да не знаю зачем до сих пор если честно за это есть но немного себя корежу что ли купил два сета такие небольшие то есть они стоят по 400 рублей каждый и в общей сложности ну вот получилось 900 чем-то рублей там еще морс даже бесплатно дали за это конечно спасибо очень приятно и я ни разу не ел там суши и взял один сет запеченный и я так пожалел ребят это я конечно понимаю что это все вкусовщина это реально все вкусовщина кому-то может нравиться кому-то может не нравится ну вот сверху над этими душами с ушами правильно ставить ударение была такая шапочка и шапочка она сделана как понял майонез совмещенный с икрой мойвы то пробовал тот пробовал как говорится икра мойвы в моем детстве мама часто ее покупала эту икру мойвы мне даже в принципе нравилось в какой-то момент знаете бывает что с возрастом вкусовые предпочтения как-то доменяются да у меня в какой-то момент резкое отторжение случилось вот от рыбного то есть я могу вот есть например тот же самый лосось потому что я там толком не чувствую вот этот вот знаете запах привкус рыбы икру мне многую магазинную тяжело есть например если ты покупают на новый год у нас обычно только покупать чтобы сделать какие-то бутерброды если я там почувствую вот этот вот запах рыбы все я не смогу это есть а это еще кстати показатель того что вроде бы не такая уж и качественная икра потому что когда вот у нас получается мама покупала у знакомых которые сами там что вот и делают самое удивительное что там она она реально она в разы вкуснее и там нету вкуса но вот этого привкуса рыбного то есть видимо ароматизаторов таких вот нету и все натуральное и разница реально ну типа огромная в этом плане что как бы с одной стороны даже вот интересно получается так ой-ой-ой у нас какие-то беды начинаются постепенно так и вот и вот в этих вот сушах была вот эта вот икра моего которую я как бы сейчас вообще не перевариваю а тут еще дело в том что я как бы я до воскресенья сейчас один дома нахожусь и я решил знаете вот шикануть вот реально вот заказать честь этого себе суши просто так вот побалдеть и сейчас вот так как-то не очень мне приятно создавать что я как будто и не балдею деньги потратил на ветер хотя себе говорил что как бы дима давай экономить и опять же таки вот сотворил такое вот чудо от которого не в восторге поэтому с одной стороны я понимаю что как бы нельзя себя винить за то что ты покупаешь еду потому что на еде говорят типа вот нельзя экономить как говорится ну тут просто знаете больше что ли гнетет чувство того что я хотел как-то как-то не знаю просто вот поесть по итогу как-то я не восторге потратил деньги типа чем не делать а теперь я вот всех вот суш снял всю вот эту шапку майонезную и ну и все и как бы вот съел все что мог потому что мне вот хочется как можно быстрее это утрамбовать моем желудке и позабыть как говорится даже вот не знаю так взрывные дротики тут у нас тоже не работает кайф давайте с перезайдем и я о сего что пишите что-то не вовремя решили ребятами оповестить поэтому вот в целом то судьба сни такого что как бы с одной стороны все нормально ничего плохого это такого не произошло и я не говорю что фу эти суши никому не понравится они не понравится тем то как я не любит сам вот этот вот привкус и но не в восторге от этого то есть если вам нравится та же самая игра моего то вам может это понравится это абсолютно нормально поэтому а я вот сижу и такое типа знаете вы хотел как лучше а получилось как всегда вот как вот это вот фраза точно описывает мое сейчас вот состояние и поэтому вот прям правило которое знаете если прям правило которое я говорю всем людям с которым вот разговариваю но при этом почему-то сам им толком не придерживаюсь перед тем как пойти в магазин тратить деньги ребят набейте себе желудок вот реально поешьте чего-то домашнего чего-то вкусного а ну как не обязательно прям не миду что супер вкусно вы тоже самые гречки поешьте блин у меня была дома гречка а я такой подумал что вот не буду себе забивать желудок чтобы потом вкусно поесть и вот и я вот понимаю что как бы блин если бы я бы набил бы желудок я бы не купил бы этих суши я бы деньги бы сэкономил и не расстраивался бы поэтому а сейчас я вот сижу такой на дизморале какой-то я вот реально прям только домой пришел зато погода на улице хорошая но очень жарко ладно очень жарко на улице не не супер хорошая погода единственное знаете что радует это ветерок ветерок у нас дует из этого хоть какая-то прохлада у нас появляется поэтому так вот и живем фермы жизни нас пока что монетки зарабатывают приносит и тут просто мне знаете вот вспоминается пару лет назад когда еще должен не работал на работе следовательно учился там вот в колледже и не имел каких-либо наличных в принципе потому что они из богатой семьи совсем меня только мама которая работает швеей это вообще как бы кому сейчас нужен нужно это к сожалению мало кому так вот в чем я с не об этом жалуюсь а просто потому что как бы единственные были у меня карманы это стипендия который я мог получать это меня ругали если я попрошу я реально вот получал стипендии за то что я хорошо учился почти на все пятерки если я просил можно ли мне потратить на какую-то игру я реально несколько месяцев просто копил я не тратил ни на что эти стипендии то на меня ругались как ты посмел свои 600 рублей даже подумать потратить на игру то есть ну вот вот все настолько вот как бы было поэтому даже вот не знаю так опасный раунд кстати у нас тут происходит еще раз перезайду много будем при заходить потому что страшновато да немного чувствуется мне тут все так наверно как нибудь вот здесь до поставим так и все эти продавать копить чтобы на все было хорошо и то есть вот к чему я вот веду что после того что вот у меня вот было как бы жизни я начал зарабатывать деньги и деньги начали вот как бы я поняли но появились как бы карманные карманные деньги не за как правильно вот это вот все говорить мои расходы которые я мог как-то сам собой уже согласовывать что-то покупать на свое именно усмотрение при этом но все равно я как бы маму поддерживаю маме деньги даю то есть в этом плане избор извергом никаким я не становился этому и как бы и сейчас вот я понимаю что вот раньше мне для полного счастья не надо было большого количества монет монет конечно мне всегда этого хотелось но я понимал что но понимаю сейчас что в принципе я как будто бы ходил с друзьями гулял спокойно и знаете мог там в неделю потратить рублей 200 это это в основном деньги на проезд и мне было но абсолютно нормально сейчас же за сегодняшнюю прогулку я потратил две с половиной тысячи это уже не нормально но я ладно я купил гидрогелевую пленку защитную на телефон за 1200 рублей то есть она зато мне будет служить не один месяц как говорится потому что моя предыдущая была но больше года то есть в этом плане нет никаких вот проблем то есть за гидрогелевую пленку я вообще не переживаю это такие карманные расходы которые не на раз а тут вот бац все оставшиеся деньги я потратил на еду от которых я еще как бы не в восторге поэтому я вот так вот подумал у меня же есть сберегательный счет куда его деньги откладываю и у меня сберегательный счет имеет такую функцию что он не не берет проценты с наименьшего количества денег за месяц но чтобы вам потом эти проценты начислять в месяц а он берет ежедневный остаток и каждый день формирует именно вот эти вот проценты связи с ежедневным остатком на твоей карте но на твоем банковском счете точнее я вот так вот подумал типа вот знаете зачастую ты тратишь много денег когда ты знаешь что типа вот у меня например тысяч 10 всегда есть на моей карте все остальное на банковском счету как бы хранится и тут вот если я буду сразу же сливаться если я буду все практически переводить на сберегательный счет а уже остатки но вот это вот 1000 пускай 1000 будет именно хранится у меня то мне наверное меньше захочется тратить потому что я понимаю как бы денег мало из банковского счета как бы всегда не хочется до снимать мне кажется те кто имеет банковский счет они меня в принципе понять смогут потому что зачастую это такие деньги которые ну ты хочешь беречь максимально поэтому вот и я вот придерживаюсь такой же вот системы поэтому я вот сейчас вот думаю типа если мне прям реально что то понадобится купить то я смогу с того счета снять деньги потому что у меня там случае чего все равно идут проценты от ежедневного остатка они ежемесячного следовательно в этом плане я не шибко много потеряю должно быть как бы все хорошо проценты потом получу что как вы думаете по этому поводу конечно же знаете большинство из вас сидят такие что какой банковский счет не типа мне сегодня мама сухарики купила я жизни радуюсь ты мне тут про какой-то банковский счет загоняешь вот это вот я понимаю да но вообще нормально все это такая что ли минутная грусть которая вот у меня произошла с которой надо смириться ее надо принять потому что как бы знаете это сейчас вроде бы в школах начинают появляться всякие предметы и по поводу финансовой грамотности и вот так далее я считаю что это вообще на самом деле правда предметы очень хорошие я вам советую если у вас будут эти предметы то сидеть в них ну и слушать потому что дело там говорят так как вот знаете вот например я еще вчера еще вчера деньги на еду потратил блин я купил в азиатском магазине которые рядом со мной есть так поки сырные ну вкусно ну вообще как бы ничего плохого к этому не имею я еще их приготовил вообще здорово пачки 120 граммов продукта то есть вот эти вот рисовые клетки и сырный соус все вообще нормально но как бы вот эта пачка стоит сколько там 320 рублей ни одна пачка выдалась 270 потому что там было немного пачка помятая и продавец сказала что как бы вот это продается по 15 процентной скидкой скидки и такой окей куплю ее типа ничего хоть хоть как-то деньги сэкономил и я вот просто вот понимаю что как бы я вот съел вот эти вот 120 грамм но не наелся как-то как-то вот вообще не наелся если честно и съел сразу же там еще и вторую пачку то есть я получается за один заход но съел минимум на рублей 700 а это уже немало 700 рублей на самом деле поэтому я вот сейчас сижу и вот я понимаю что например в том же самом магазине продуктовом есть гречка которую я люблю я реально люблю гречку или те же самые макароны ты покупаешь пачку над рублей ну давайте вот так вот они то стоят рублей 70 до 50 макароны макароны где-то это может быть несколько порций которых ты наешься за рублей 100 за рублей 100 ты реально может сделать рацион если захочешь себе белка купи курицу да она будет стоить рублей 280 за упаковку у нас примерно столько в челябинске стоит ну ты навряд ли будешь все 280 рублей есть прям ну вот сразу я сомневаюсь что вы сразу же все это потратите поэтому это даже вот и не знаю ребят как быть так что покупайте гречку макароны жизни радуйтесь я сейчас вам это советую дай бог чтобы я сам поэтому следовал ребят это жутко я буду с вами я буду верить вас но не ладно чё вас то вы живите как вам нравится как вам удобно это абсолютно нормально это просто я сам вот к себе говорю что как бы финансовая грамотность это очень важно что там того что у меня есть многие необходимые расходы совершенно другие так 2 класс как там проходить я вообще сижу и думаю мне только в голову если честно ошибку завод лезет давайте вот это поставим будем вы прокачивать полностью посередине что ли вот так вот до колючего ковра накопим 28000 хп это вообще на самом деле немного то есть вот у этого фейза не такое большое количество хп к счастью он обычный на элитном боссе конечно надо будет что-то посмотреть какую-то тактику наверное другую немного подготовить но здесь нам как говорится пока что вроде бы спешить толком и некуда поэтому пока ждем выжидаем сейчас еще колючий вот ковер докачаю и что вот небольшая такая минутка жалости что ли но вообще в целом на самом деле так то все у меня здорово ничего плохого нету просто какой-то момент я подумал что я могу тратить кучу денег и в принципе я же работаю я зарабатываю эти деньги так что полки реально могу это тратить но с одной стороны как бы блин хочу ли я этого да не очень я бы лучше эти денежки по чуть-чуть откладывал вот эту вот тысячу которые сегодня потратил я бы лучше потратила и положил сберегательный счет то есть она была у меня там хранилась не проценте ки бы давались я постепенно бы копил на какую-то более стоящую покупку чтобы например через несколько лет а себе купить на первоначальный взнос там может быть на какую-нибудь ипотеку квартиру да как-то как-то как будто бы поприятнее звучит вот именно квартира что ли вот так вот и живем мы с вами все воды попью это в горле пересохло таки я пытался съесть вот эти вот суши но своим соусом понятное дело это у меня сейчас соленая во рту и пересохло так все я тут снова с вами проходим мы на данный момент вообще спокойно просто копим деньги на следующий класс мы добавим мэда с мэдом мы спокойно должны справиться и что еще колючий ковер просто добавим этого будет нам предостаточно потом к сотому раунду наверное парагона я добавлю владыка плазма здесь владыка плазма тоже очень крутой очень сильный парагон очень дешевый нам на него даже наверное к 80 раунду мы даже сможем на него накопить но просто надо ли нам так рано его ставить или нет об этом уже немного история умалчивает а в целом все здорово все хорошо главное себя не корить за все вот наши ошибки жизни главное что у нас наши центральные рынке приносят здоровье это самое крутое здоровье это важно потому что знаете какие бы вы деньги не потратили если они идут на здоровье то это все оправдано это все обосновано всегда кто бы вам что бы не говорил если вам будут говорить вот сходил бы лучше в бесплатную поликлинику они в платную я сам почти никогда не был платных впервые побывал только вот в этом году потому что из-за работы я не могу выбирать прям конкретное время работаю на предприятии где гособоронозаказы еще готовит здесь нам вообще как бы нежелательно бы прогуливать по таким вот причинам хоть здоровье довольно важно но я пошел там в платную во время отпуска все нормально оплатно там именно процедура то что было бы бесплатные знаете тоже за деньги просто тут мне еще пришлось заплатить дополнительные 500 рублей за сам прием за сумму процедуры я бы там бы там бы заплатил примерно одинаковое количество монет то здесь вообще не страшно вообще не жалко потому что вот это вот все вот понимаю а вот все таки вот это вот это вроде бы вкусно а вроде бы не надо это я сейчас говорю потому что у меня опять желудок набитый был бы у меня голод я бы пошел бы опять шаурмусе заказал что-то вот не подсказывает да как будто бы я бы себя примерно так и повел но не знаю не буду я себя за это осуждать не будем мы тут с вами гадать просто как бы раунды у нас идут следующий класс приближается я бы смотрите вот сюда бы еще алхимика бы нашего добавил он так вот будет обязательно с дротиками ладно продавать и не хочу план опасно немного у нас тут было оба здесь еще опаснее так да лучше продержать вас скилл вот под вот это так ждем а скилл то уже используем понятно это понятно тогда очень простой вариант прямо глеб который не видит камуфляж точно точно ребята я только сейчас осознал у меня же вот этот вот маг он делает а камуфлированные шары обычными и вы могли увидеть что у меня там они реально перестали быть камуфлированными с бездеревне мы смогли спокойно их вот так вот сделать это замечательно и все теперь наш примаглев нанес урон задефал хорошо замечательно настроение поднимается жизнь улучшается как бы все вот здорово по этому плану так что мы с вами молодцы так коплю я на мэда на мэда я уже накопил еще может быть но вот колючий ковер бы вот так вот дополнительно купить кан тоже нам вот помогает в этом плане а ей опять опасный раунд эти немного недоследил так давайте к нас пока что мы будет в более атакующей роли а тут у нас скилл квинсе вообще затащил в соло на квинсе крутой скилл у него хороший тем более стартовый такой персонаж то есть есть у каждого в этом случае чего и захотите повторять за моими действиями поможете вполне себе на данный момент элитный фейс очень даже простой единственное что некоторые моменты они могут немного смущать а потому что к чему-то ты может быть не готов из-за этого врагу придется перезаходить конечно же а так в целом все вообще у нас идет под контролем все идет нормально еще скилл мэда буду использовать правда он единственное вот эту мельницу не видит к сожалению так и с дефом теперь с колючим ковром у нас прям все должно быть шикарно 131 тысяча хп немного так вот если скил использую опа даже через мельницу урон проходит не замечательно ли это потом конечно урон даже пойдет еще побыстрее что-то вот мне подсказывает так что третий класс мы тоже спокойно с вами вообще проходим без каких-либо проблем а потом мы еще и парагона добавил так что он а под контролем обычный босс очень простой на элитном будет уже дополнительные какие-то сложности мы там уже будем обдумывать некоторые действия свои некоторые решения туда как лучше делать там мне даже наверно какой-нибудь из рынков нашего здоровья надо будет продавать пройти этот класс смотрите может с вами накопили 160 тысяч там уже хватает практически как бы на парагона так прошли третий класс без каких-либо проблем поздравляю нас это я продам давайте у нас куда-нибудь сюда поставим нашего будущего будущего владыку плазма она вообще уже хватает офигеть ну чё пока что копим все нормально скани у нас тут и урон наносит все будет здорово и можем потом еще просто вознесенную тень добавить за компанию пускай не тут вдвоем будут пробивать ничё это крат ребята я так безумно благодарен вам что вы мне есть потому что знаете я бы себя бы корил конечно понимаю что я сейчас выложу видео и 90 процентов комментариев будет это знаете название фермы ферма колонок то есть мы просто воду 90 процентов комментариев название ферма но оставшиеся 10 это ребята которые будут высказывать свои мысли свои эмоции как-то вот поддерживать подбадривать рассказывать историю своей жизни и это знаете на самом деле всегда так приятно когда так важно для меня потому что это значит что ты был услышанным ты был реально услышанным человеком и он отдал реакцию как-то может поддержал дал какой-то совет насчет вот экономии насчет вот этой воды борьбы так что вот надо вот посмотреть вообще проблема едой есть но у большинства людей к сожалению я вот сколько говорил со своим начальником то есть в начале года мы с ним веселее вообще одинаково но у нас ним и рост на самом деле одинаковый но оба метра восемьдесят шесть вот он рассказывает что он на безумно ему и не любит сладкое и если вот он дома еще не ест на работе тоже не успевает он потом злится по рабочим моментом стресс появляется а домой приходит и к сожалению заедает всякой едой очень много даже когда наелся то есть ну это рфп считается то есть есть его не обсуждаю я говорю что реально такое у многих такое реально у большинства людей и что вот у меня тоже несмотря на то что я вроде бы самое обидное что оказалось бы тот человек который все понимает и за все шарит и дает советы при этом сам же зачастую не может соблюдать те же советы которые я выдаю другим людям да знаете это как есть фраза тренера не играют это вот значит то что вот зачастую есть великие спортсмены вот например если вот про фигурное катание это та же самая итери тут беридзе который вот может быть кто-то знает она столько мировых чемпионок создала воспитала столько олимпийских чемпионок чемпионок европы чемпионок россии то есть но супер титулованных девочек при этом сама как спортсменка она больших титулов не добивалась и вот это вот тут также вот говорится знаете что ты можешь научить воспитать сотни человек но не воспитать себя как говорится и это нормально вот как зачастую например зато вот если человек идет в тренажерный зал и он хочет найти себе тренера конечно же он захочет найти себе какого-то знаете супер накаченного супер спортсмена по которым ты вот увидишь да реально он занимается этот человек реально занимается спортом добился многого значит ему я могу доверить типа вот свое тело это не всегда так работает не всегда вот работает если он смог себя сформировать то может сформировать каждого все это настолько как бы разное все настолько индивидуально наш организм отразу в раз не приходится если у одного есть склонность к одному другого к другому если с одним получил и с другим не факт что получится поэтому вау я так рад ребята я прям сейчас супер рад что с вами пообсуждал на данную тему хоть пока что это был такой монолог что я просто об этом говорю на запись проходя босса но я буду безумно счастлив потом читаю в комментарии видеть помимо предложений назвать ферму так то так то еще и ваши мысли это было бы лучшим подарком для меня правда самым дорогим и никакие деньги как бы это не заменят поэтому спасибо вам правда мне кажется если бы не вы мне бы наверно было бы тяжеловато иногда конечно хочется знаете спокойствие потому что таки аудитория хоть кто-то говорит что аудитория маленькая да может по сравнению с миллионниками правда аудитория не такая значительная но чему я могу радоваться что вот это вот аудитория которая у меня есть она очень активная сут сколько раз вот уже было что вот например люди у которых сотни тысяч подписчиков запускают стримы а их на стримах смотрят человек 20 и честно мне всегда это так вот шокировало я когда я когда смотрю например видео различных майнкрафтеров майнкрафтеров да но русскоязычных там игра на каких-то серверах или вот нечто вот подобное и у них на прямой трансляции сидит человек реально 20-30 хотя ты смотришь что у него десятки тысяч подписчиков а его видео набирать сотни тысяч просмотров то есть казалось бы статистика нереальная я вот захожу ну на стрим то что но мне реально интересно как бы вроде будет брата но хороший раз и мне нравится его контент и многим другим ребятам а потом я вижу такую маленькую аудиторию я не понимаю как это с чем связано у меня же на стрим реально приходит очень большое количество людей чему я безмерно рад несмотря на то что у меня супер амебные прямые трансляции но для меня большое счастье что для кого-то даже это очень дорого да может быть из-за небольшой конкуренции в русскоязычном ютубе по блунцу мне кстати в цене время стало очень много попадаться в рекомендациях людей которые также снимают блунц русскоязычных что мне немного так вот удивляет шокирует но приятно конечно как вот шокирует то есть ничего плохого не имею они тоже набирают аудиторию постепенно у них просмотры растут таку блин прикольно как бы я очень рад за это за них тут ну правда это хорошо а с другой стороны начинаю немного ревновать потому что типа не дай бог я там увижу своего подписчика в комментариях у другого человека и нормально ладно шучу я нормально к этому отношусь господи собственничество в этом нет ничего хорошего все мы люди это нормально это правда нормально так смотрите проходим 5 класс уже вообще но без каких-либо проблем очень просто очень легко абсолютно не стараюсь абсолютно ли а реально не стараюсь у нас все вышло самое сложное это было наверное шариками справиться с боссом же никаких проблем я вообще не испытывал ну и чё ну и хорошо с одной стороны то так здесь у нас здоровье босс еще уменьшено да нормально ничего вроде бы не не изменилось да у нас только хп стало поменьше а на этом я буду заканчивать данное видео я очень сильно надеюсь что оно вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки а с вами был диктофон всем удачи и всем пока